Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать первое послание апостола Петра на библейском портале экзегет.ру И сегодня мы читаем третью главу первого послания апостола Петра. Итак, апостол во второй главе сначала дал некоторый общий обзор того, что такое христианская жизнь. Потом стал говорить опять же о том, как по некоторым общим вопросам христианам себя вести в обществе. И уже даже начал давать некоторые частные советы, например, отдельно там он к слугам. К слугам обращался. И вот третья глава начинается с обращения к женщинам и вообще к женам. И так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Очень интересная тема, которая также параллельно возникает у апостола Павла, когда он говорит, не думаешь ли ты, жена верная, что ты спасаешь своей верной жизнью мужа неверного, и ты, муж верный, не думаешь ли, что спасаешь жену неверную. Вот здесь то же самое. Дело в том, что первые века, первые даже годы, десятилетия христианской жизни, естественно, христианином мог стать кто-то один из членов семьи, например, муж или, например, жена. И это было не так просто. Как будто бы ты пришел домой и сказал, да, вот я стал христианином, давай вместе со мной становись. Потому что христианство все-таки предполагало радикальное изменение жизни. От почитания многих богов надо было почитать, переходить к почитанию одного бога. От, самое трудное, это ведь нравственные вещи, от каких-то вещей, которые казались себе простыми и понятными в плане нравственности. Там, скажем, опять же, речь может идти и о морали в сфере пола, и о морали в сфере, там, почитание богов, производство каких-нибудь идолов, много, много чего это могло быть. И это все должно было быть изменено. Но даже если бы мы сказали, ну вот, там, скажем, простая женщина, которая воспитывает детей, там, да, что она, готовит, выращивает какие-то растения. Ну, в общем, как это вот в Древнем Риме. Хотя там были женщины разные, были и богатые, и свободные, но вообще-то совсем не обязательно они должны были быть связаны с плохими профессиями. Что же еще такого могло быть, от чего надо было отказаться? Очень просто и элементарно. Вот когда мы говорим о язычестве, это домашние мелкие такие культы, связанные с суевериями, со всякого рода местными гениями, богами, гениями в языческом смысле слова, вот такими, как мы бы сегодня назвали, может быть, домовыми или хранителями родового очага. И это было очень непросто. Вот именно с бытовой точки зрения, когда люди привыкли к каким-то одним вещам сразу призывать их изменить собственную жизнь. И поэтому апостол пишет и в первую очередь обращается к женам. Почему? Потому что жены меньше участвовали в каких-то официальных мероприятиях, в том числе и языческих. Они больше времени проводили дома, и поэтому их христианство было менее заметно, им легче было стать христианками. Мужчины все же были либо воинами, торговцами, ремесленниками, и они, конечно же, больше общались, поэтому христианами им становиться было сложнее, потому что надо было делать это на виду. И вот апостол пишет, так и вы, жены, повинуетесь своим мужьям. Ну, понятно, что он не говорит о грехе, он скорее говорит о некоторой праведной жизни. «Чтобы те из них, которые не покоряются слову, самой вашей жизнью были приобретаемы, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Иногда люди приходят в храм и говорят, не могу заставить идти в храм своего сына, своего мужа, или наоборот, свою жену. И начинаешь спрашивать, почему, вот вы говорите, заставить, да, например, и каким образом вы вообще зовете, для чего вы зовете, почему вы зовете. И люди сами иногда не понимают, для чего они зовут, почему вообще человек должен стать христианином. И самое главное, они не понимают, что все это должно через пример происходить. То есть ты должен стать таким, чтобы другой в твоей семье заинтересовался и сказал, да, вот ты стал совсем другим, с тобой радостно вместе жить, с тобой я чувствую полноту жизни и счастья, потому что в тебе есть такой опыт. Это, конечно же, если мы будем в наших категориях говорить, опыт богообщения, опыт осмысленной жизни, что я, да, я хочу изменить свою жизнь так же, как ты. И апостол дальше затрагивает вопросы внешнего вида, но говорит очень аккуратно. Он говорит, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человека, в нетленной красоте кроткого, молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Интересно, что некоторые люди, когда читают этот текст, они полагают, что апостол здесь запрещает любого рода прически, украшения и так далее. Но все-таки и русский текст, и греческий текст говорит скорее в некотором пожелании, расставляет акценты. Он не говорит и ни в коем случае не носите там ничего или никак не делайте никакую прическу, да, чтобы не обязательно выглядеть красивой, там, да, по меркам своего времени. Нет, он просто говорит, делайте акцент не на этом. Это не главное, главное другое. То есть пусть для вас главным украшением будет не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность, а сокровенный сердце человек, то есть ваш внутренний человек. Вот та внутренняя доброта, внутренняя честность, искренность, праведность, которую вы можете явить людям, которые с вами живут, и таким образом привести их к Богу. Вот он так и говорит, в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа. Да, потому что любые платья, наряды и самые драгоценные, и самые сложные прически, все это в итоге пропадает. Это неподлинная, ненастоящая красота. И уж в то время даже и представить себе невозможно было, сколько усилий сегодня люди могут прикладывать для того, чтобы создать эту искусственную красоту. Сколько времени на это тратить, сколько ресурсов. Да, при том, что с христианской точки зрения, да, конечно же, человек должен выглядеть прилично, человек должен выглядеть аккуратно. Человек даже может навести, ну, какое-то особое, используя какие-то особые средства для особого какого-то мероприятия, да, он может, по крайней мере, мы не видим какого-то противоречия здесь тем, чтобы использовать какую-то скромную, скромные способы украсить, да, как-то привести в порядок лицо. Но когда это становится главным, конечно же, это беда, потому что человек сразу промахивается мимо того, что есть подлинное и настоящее в его жизни. Он ошибается в том, к чему прикладывает усилия. И апостол об этом пишет. «Кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом, так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети, ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха». То есть мы не видим здесь никакого запрета. И надо сказать, что дальше меру того, насколько и каким образом можно навести порядок на лице, на волосах своих, каждый в каком-то смысле определяет сам по своему усмотрению и по совести. Здесь нет никаких жестких ограничений. Скорее апостол говорит, думайте о другом. И это очень важно. Потому что когда человек начинает думать о другом, вот эта мера, которую он, может быть, сразу не может понять, она приходит. Приходит осознание. Можно сказать, Господь открывает. Можно сказать, просто какие-то вещи становятся не так важны. Когда, ну, например, условно говоря, есть возможность какие-то деньги потратить на болеющего ребенка, на семью, у которой нет денег на отопление, или на ремонт, или еще на что бы то ни было, на чье-то здоровье. И ты смотришь на те ресурсы, которые у тебя есть, и понимаешь, да, я могу сейчас заплатить какие-то большие деньги, чтобы себя временно украсить, но гораздо лучше. Когда ты делаешь правильный акцент, мера приходит сама собой. И вот апостол, он заканчивает чем? То есть он вот этим, скажем так, последним стихом, последним предложением, он подчеркивает, что главная тема его высказывания это вообще не про внешнюю красоту, он совсем не про прически, украшения и так далее. Он на самом деле о другом. Вы, дети ее, то есть дети Сары, женщины, христианки, вы, дети Сары, если делаете добро. Он не говорит, вы, дети Сары, если перестали за собой следить, если там вы не украшаете себя ни в коем случае ничем. Нет, это проходящая тема для него. Он просто говорит, делайте акцент на правильном. Вы, дети, ее, если делаете добро. И не смущаетесь ни от какого страха. Почему возникает тема страха? Потому что человек, который больше всего беспокоится о внешнем виде, он постоянно боится. Он думает, как я буду выглядеть, как на меня посмотрят. Я вот здесь, у меня там не такой нос, у меня не такие губы, у меня не такие ресницы, не такая форма лица, не такая прическа, не модное платье или еще что бы то ни было. И апостол говорит, и не смущаетесь ни от какого страха. Да, вы принимаете то, что вам дал Господь, свое лицо, свою фигуру, свои волосы. Вы можете привести их в порядок, но если вы правильно расставили акценты, меру этого порядка вам Господь откроет. Дальше он обращается к мужьям. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, то есть почитая их, да, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Вот очень интересно, здесь возникает тема молитвы, которая вообще, как кажется, никак не связана с тем, что апостол говорит до этого. Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом, оказывая им честь, дабы вам не было препятствия в молитвах. Как кажется, при чем тут молитвы? Вполне возможно, что речь идет вот о чем. Для древних христиан возможность молитвы была тесно связана с чистотой совести, с чистотой жизни. И если человек, например, начинает не почитать, унижать, пренебрегать своей женой, то какой же тогда молитве можно говорить? Ни о какой молитве не может быть идти и речи. То есть, если есть жена у человека, и есть определенная нужда у нее, есть определенные дела, которые необходимо сделать, необходимо, может быть, помочь, и в целом оказать честь, то есть, почитать другого человека, вот свою супругу, например, как сонаследницу благодатной жизни. Если ты воспринимаешь ее как просто служанку, скажем, или вообще как существо низшее себя, дальше можешь молиться сколько угодно. Вот фарисей тоже зашел в храм и тоже молился. Мы знаем как, да, очень себя хвалил, но он унижал мытаря, который стоял рядом и пренебрегал им и вышел менее оправданным, чем тот самый мытарь, который в итоге бил себя в грудь и говорил, Боже, милости будем не грешному. Так вот и здесь правильно относитесь к женам. Казалось бы, молитва одно дело, правильное отношение другое, ничего подобного. Если вы правильно относитесь к людям, тогда и молитва ваша будет благодатна и правильна. Если вы кем-то пренебрегаете, если вы кого-то готовы унижать, с кем-то готовы не считаться, дальше можно читать сколько угодно. Молитв в сердце-то будет в неправильном состоянии. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Здесь, конечно, на самом деле, вот эти два стиха, восьмой и девятый, по каждому из них, наверное, можно прочитать лекцию. И что такое единомыслие. И как сегодня христианские сообщества буквально трещат по швам от того, как люди все время ищут повод к разномыслию, повод к тому, чтобы обвинить одни других в каком-то неправомыслии. Апостол говорит, стремитесь к единству. Да, это единство не должно быть плохого качества. Это единомыслие не должно быть замалчиванием ереси или грехов, каких-то безнравственных поступков. Но вопрос в том, к чему вы стремитесь. Стремитесь вы к единству? Стремитесь вы к единомыслию? Или собственное такое положение правого, ощущение правого позволяет вам еще тверже стоять на ногах, осуждая того, кого вы считаете неправым. Такое ведь тоже бывает. что человек ищет того, кто будет неправ, чтобы тверже стоять на собственных ногах и чувствовать свою правоту. А искать-то надо мира, искать надо единства, единомыслия, а не просто ощущение собственной правоты. Опять же, потому что если ты враждуешь с кем-то, о какой правоте может идти речь? Итак, сострадательные и братолюбивые, милосердные, дружелюбные, понятно, что это уже речь о конкретных добродетелях. И дальше заканчивается девятый стих, очень интересно, знай, значит, благословляйте, не ругательством, воздавайте за ругательство, но благословляйте. Представьте себе, христианина злословят, а он благословляет. Что значит благословляет? Для нас сегодня слово благословляет, это слово, которое можно использовать по отношению к епископу или священнику. Владыка благословите или батюшка благословите. Но благословляйте не в смысле того, что мы сегодня понимаем, а в смысле просто благого слова. Это доступно для каждого христианина. Когда тебе говорят зло, а ты в ответ говоришь о добре, говоришь благое слово, благословляешь другого человека и, может быть, желаешь ему добра и молишься о нем, зная, что вы к этому призваны. И вот интересно дальше, чтобы наследовать благословение. Оставь нам долги, как мы оставляем. Да, вот, прощайте и прощены будете. Каким судом судите, таким вас будут судить. Благословляйте, чтобы вам быть благословенными, чтобы наследовать благословение. И человек, который не понимает этого, который начинает враждовать и активно воздавать злом в ответ, он уходит от этого благословения, о котором говорит апостол. Итак, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Очень интересно, что вообще о христианах существует такое мнение, не безосновательное, кстати, потому что многие христиане так думают. Существует такое мнение, что христиане это те, кто не любят жизнь. Что вообще любить жизнь плохо. На самом деле любить жизнь очень важно, ведь нам Бог ее дал. Это его дар. Что подразумевать можно под этим? Можно подразумевать разные вещи. Если речь идет любить жизнь, то есть любить удовольствие и всякого рода развлечения, в том числе и греховные часто. Да, конечно, об этом не может идти речь. Мы призваны к чистой, благочестивой, богоугодной жизни. Но сама по себе жизнь это то, что можно и нужно любить, потому что она является благим даром Божиим. Если она нашими усилиями становится благой. Итак, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, христиане не стремятся к страданиям самим по себе. Страдания сами по себе не ценны для них, кто хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Это прямо уже цитата из 33-го псалма. Потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Это то, что мы слышим на каждом всеночном бдении. И не только на этом богослужении. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Это рассуждает вполне благочестивый и добрый человек. И в этом таком риторическом вопросе слышится даже, может быть, некоторая наивность, потому что кто сделает вам зло, если вы хотите всем добра? Опыт 20-го века показывает, что христиане могли хотеть добра всем, по крайней мере, могли вести себя не как какие-то преступники или безнравственные люди, которые желают всем зла. Но их при этом, конечно, уничтожали. Но в норме, в нормальном, здоровом обществе человеку, который делает добро, будут воздавать добром и будут стремиться к тому, чтобы его добро приумножилось. И поэтому, конечно, апостол не наивен вполне, он понимает, что общества могут быть разными. Поэтому, задавая этот риторический вопрос, и кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Кстати, заметьте, ревнителями. Не просто будете делать добро, будете ревностно относиться к тому, чтобы добра было больше. Но, если и страдаете за правду, то есть, все понятно, общества могут быть разными. Если и страдаете за правду, то вы блаженны. Ну, тоже здесь прямая отсылка к Нагорной проповеди. Блаженны вы, когда будут вас гнать и злословить за имя мое. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Речь идет не о страхе, который испытывают те, кто гонят, речь идет о том страхе, который вам пытаются внушить. То есть, страха, исходящего от них, вот этого, когда вас пытаются ужаснуть, ввергнуть в вас этот страх. Не бойтесь и не смущайтесь. Господа и Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Очень важный текст. Он довольно часто приводится в качестве основания для христианина знать свою веру. Но он тоньше, конечно, чем просто пересказ катехизиса. И здесь, знаете, обычно сегодня у нас текст апостола, ну и вообще весь библейский текст разделен на главы, на стихи, в большинстве текстов и на абзацы, но это искусственное такое разделение, которое иногда мешает увидеть кое-что важное. То есть чаще всего помогает, конечно, потому что если бы был сплошной текст, мы иногда теряли бы просто где начало фразы и где конец, но иногда абзацы приходится совмещать для того, чтобы просто показать смысл и глубину. И вот мы вернемся к 14 стиху. Если страдаете за правду, то блаженны вы, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. И вот представьте себе христианина, который в гонении, в ужасе, в страхе, который ему пытаются внушить, светит Бога в своем сердце и дальше всегда готов требующему дать ответ о своем уповании. Речь идет не просто о том, что он способен прочитать символ веры. упование это не мнение, не знание. Если я спрашиваю, что ты знаешь, и если я спрашиваю, на что ты надеешься, это разные вещи. Поэтому не бойтесь их страха и не смущайтесь, и Господа Бога светите в сердцах ваших. И если вы в таком состоянии и вас спрашивают, почему ты не боишься, на что ты надеешься, вот, будьте готовы всякому требующему отчета в вашем уповании дать ответ скротости и благоговения. То есть, когда ты страдаешь за правду, и человек спрашивает, что происходит, почему ты при этом не ужасаешься, не боишься и светишь Бога в своем сердце, что значит светить Бога, то есть, вот, Господа Бога светите в сердцах ваших, да будет свято имя твое, да, это практически тоже намек на молитву Господню, да светится имя твое, вот, Господа Бога светите в сердцах ваших, то есть, пусть Господь для вас будет свят, пусть Господь будет для вас, будет вами почитаем, и это как раз в гонениях, тоже представьте себе, что человек испытывает в гонениях, он говорит, ну, он восстает против Бога очень часто, пока все хорошо, человек говорит, да, слава Богу за все, а потом у него что-то становится плохо, его спрашивают, как дела, он говорит, да, все не слава Богу, то есть, он уже не готов славить Бога, он уже не готов светить Бога в своем сердце, нет, апостол совсем другое говорит, в гонениях, в сложностях, Господа светите в сердцах ваших, страха их не бойтесь и не смущайтесь, и будьте готовы дать отчет о вашем уповании, с кротостью и благоговением, то есть, осознавая свое место, будучи кротким, да, опять же, мы должны вспомнить сразу, это и Псалом, и Нагорная проповедь, кроткие наследуют землю, то есть, когда тебя гонят, тебе кажется, и тем, кто гонит, кажется, что тебя сейчас уничтожат, и если ты с кротостью и упованием надеешься на Бога, с кротостью и благоговением, да, надеешься на Бога и Его светишь в своем сердце, то эта заповедь, блаженные, кроткие, ибо они наследуют землю, да, эта заповедь, она реализуется в твоей жизни, мы видим, точнее, мы знаем, что был человек, который обещал показать последнего священника по экрану, по экрану телевизора, да, а в итоге кроткие люди, которые вели себя кротко во время гонений, наследовали землю, и мы сейчас имеем возможность служить в храмах, и священники, новые появляются, и молодые священники, искренние, вполне верующие, вступают на путь своего служения, и далее он пишет, имейте добрую совесть, дабы тем, за что вас злословят, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе, иметь добрую совесть, это значит стремиться к тому, чтобы совесть тебя не обличала, то есть стремиться избегать грехов, потому что у совести есть не только такая карающая функция, но и функция законодательная, то есть когда тебе совесть говорит, не поступай так, если ты переступаешь через нее, да, она становится карающей, она дальше злой совестью становится, но вот иметь добрую совесть, это значит стремиться к тому, чтобы она похвально тебе внутри, в твоем сердце о тебе отзывалась, чтобы она говорила, да, ты поступил правильно, то есть иными словами, имейте добрую совесть, можно было бы, сказать по-другому, живите по совести, старайтесь жить по совести, при том, что, конечно, это не просто совесть, а совесть, просвещенная Христом, о чем тоже апостол Петр в другом месте пишет, итак, имейте добрую совесть, но для чего, для того, чтобы были постыжены, порицающие вашу добрую жизнь во Христе, ибо, если угодно воле Божией, то есть это не норма вашей жизни, но если Богу угодно, если так нужно, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за наши грехи, в каком смысле за наши грехи пострадал, как апостол Павел пишет, да, он примирил нас с Богом, смертью Христовой мы примирились, то есть во Христе человечество, вот как преподобный Максим Исповедник говорит, Бог, Христос своим послушанием исцеляет наше непослушание, то, где Адам взбунтовался и воспротивился, и пошел против воли Божьей, Христос до конца прошел, пройдя все испытания, и искушение в пустыне от дьявола, и страх смерти в Есиманском саду, и предал Богу Дух на кресте, Он сказал, да, отче, в руки твои предаю Дух мой, то есть вот до конца остался верен, но почему ему пришлось это делать, ну потому что мы умножили зло и грехи в мире, и вот Христос, чтобы привести нас к Богу, чтобы вернуть нас к Богу, примирить нас с Богом, однажды пострадал за наши грехи, праведник за неправедных, быв умершелен по плоти, но ожив Духом, которым он и находящимся в темнице, Духом сойдя проповедовал. здесь с одной стороны тема, вот живите по-христиански, да, будьте добродетельны, и пусть злословящие вас постыдятся, но переходит в совершенно иную тему, он здесь затрагивает Христа, как Христос пострадал безвинно, но для чего Христос пострадал? Для того, чтобы нас спасти и дальше больше проповедовать в аду, в преисподней, и может быть вот эта параллель, мысль, которая возникает у апостола, он говорит, вы сейчас страдаете, но претерпевая страдания, можете оказать пользу, это может пойти на благо людям, которые будут престижены, которые поймут, что они неправильно, неправильный выбор сделали, что они неправедно вас злословят, вот здесь то же самое, только Христос, так как он Бога-человек, мы-то простые люди, и мы своей жизнью, своими страданиями, кого мы можем исцелить, ну вот может быть людей, которые посмотрят на нас и поймут, что они неправы в своем выборе, в своем злословии по отношению к нам, а Христос, как Бог, он может еще глубже отпавших, да, уже умерших даже, умерших в грехах, способен исцелить, потому что здесь апостол пишет, которым, значит, что Христос был умершлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. Вот здесь конец 19 стиха, слово проповедовал, но все-таки, если мы посмотрим на, что проповедовал, проповедовать можно, можно прийти и просто что-то рассказать, вот прийти и сказать этим духом, которые были непокорны, объясните, вы правильно здесь сидите, вы в жизни были непокорны, Бога не возлюбили, не послушалось, теперь вы мучаетесь в преисподней. Это же тоже проповедовал в каком-то смысле, объяснил, рассказал, нет, ничего подобного. Если мы посмотрим греческий текст, если мы посмотрим другие переводы, здесь будет не просто проповедовал, хотя само слово проповедовал тоже это предполагает, здесь будет слово благовествовал. Христос вот духом, сходя в преисподнюю, сходит не просто для того, чтобы кого-то очередной раз обвинить, он благовествует возможность освобождения. Кому? Иногда говорят, что ну конечно он пришел, чтобы забрать только праведников, чтобы обратиться только к праведникам, но апостол пишет другое, проповедовал кому? Некогда непокорным, то есть он пришел, чтобы благовествовать возможность обращения грешникам, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, то есть Господь их ждал, но и строил ковчег сто лет, в течение ста лет непокорные люди не хотели покоряться, а Бог ожидал их с долготерпением. Он так и пишет здесь, «Водни Ноя во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ спаслись от воды». Иными словами, Христос сходит проповедовать людям, которые погибли в потопе. Почему они погибли? Потому что они оказались непокорны. И хотя Бог сто лет ждал их покаяния с долготерпением, спаслись в итоге восемь душ, которые спаслись от воды. И апостол продолжает, он говорит, «Так и нас ныне, кого нас, то есть тех, кто крестится, тех, кто от грехов возрождается, вот им дана была возможность возродиться во Христе таинственным образом, мы не знаем как, мы только знаем, что Христос сошел и проповедал, и благовествовал грешникам именно. И я думаю, что здесь допотопные эти люди это только образ тех, кому он благовествовал. Возможно, он благовествовал, ну и даже мы знаем святатические такие высказывания вообще просто всем. Да, так вот, но здесь дальше он возвращается к самим христианам. «Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещания Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, который восшел на небо, пребывает одесную Бога, которому покорились ангелы и власти и силы». Значит, еще раз, вот Христос рассказывает, что, и мне кажется, что все это в каком-то смысле раскрытие того самого упования. Вот он говорит, будьте готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ скротости и воздержанием и благоговением. А в каком же смысле дать отчет? О чем? Он не говорит просто, ну дадите там какой-нибудь отчет, а он сам потом объясняет, показывает, а на что же можно надеяться, если тебя гонят, если там тебя злословят неправедно. А вот на что. Христос его злословили и даже убили, но он имел возможность благовествовать плененным в преисподне. И это означает, что даже если им было проповедано Евангелие, благая весть, а какая весть для них благая, возможности освобождения от того своего выбора, так и нас ныне подобные сему образа крещения, то есть вот они умерли в грехах, умерли в потопе, но Христос дал им возможность выйти тем, кто захотел, тем, кто ответил на его призыв, на его благовестие, потому что мы не можем отрицать и свободы человека в том числе. Так вот, и он говорит, вот так и крещение, вы опускаетесь в купель, как в воды потопа, и в водах потопа кто умер? Умер грешник, и вы приходите грешниками будучи, и погружаетесь в воды потопа, и там, здесь двойной образ, мы сегодня часто говорим, что купель это гроб Христов, но апостол Петр ассоциирует купель с потопом, вот как там утонули грешники, вот так ты приходишь в купель, и погружаешься в нее, чтобы там, вот в этой купели утонул, умер греховный человек, и воскрес новый, и он говорит, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, вот здесь тонкий момент такой, переведено в современном русском переводе, в синодальном переводе, переведено обещание Богу, что такое крещение, что крещение это обещание Богу доброй совести, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. А в славянском тексте там написано вопрошание у Бога совести благой. То есть одно дело, я обещаю Богу, я говорю, Господи, я обещаю тебе, что я дальше буду жить с чистой совестью. Что это значит? Что я буду стараться жить по совести, и не идти против ее голоса. А в славянском тексте я говорю, Господи, дай мне добрую совесть, то есть помоги мне жить по совести, так я обещаю или я надеюсь, что он мне поможет? Обычно, когда я обещаю что-то, я думаю, что это от меня зависит. А когда я прошу кого-то, помоги мне, это значит не от меня, а от другого. Вот интересно, что глагол, который употребляет там апостол Петр в этом тексте, он может переводиться и так, и так. Вот два перевода. И это, там иногда говорят, что вот этот язык, на котором писали апостолы, Кайне, это язык, в котором вот это понимание превалировало. Вот так переводили на этом диалекте, таком диалект общеразговорный во всей империи. А другие говорят, ну нет, ну вот скорее всего по-другому. Ничто не мешает увидеть в этом синергию вот этих двух воль. Да, взрослый человек, который приходит к Богу, исправляет свою прежнюю греховную жизнь и обещает Богу со своей стороны стараться дальше жить по совести. И в этом же обещании надеется на Бога и просит его, что Бог ему даст эту благую совесть. Благую совесть, которая будет направлять его в правильном, жить в правильном русле. Итак, так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещания, вопрошания у Бога доброй совести, спасает, то есть крещение, вот как тех Господь спас, да, так и нас крещение спасает воскресением Иисуса Христа. Почему? Потому что мы воскресаем вместе с Ним для новой жизни. И это воскресением Иисуса Христа, который восшед на небо, пребывает одесну и Бога, которому покорились ангелы и власти и силы. Вот основание нашего упования. Вот почему мы не боимся и не смущаемся никакого страха. Потому что если мы умерли со Христом в этих водах, как Христос умер на кресте, мы воскресаем для новой жизни не просто, чтобы здесь жить праведно и больше ничего, а Он восшел на небо и пребывает одесну и Бога, тот, с кем мы через крещение теперь в глубокой духовной связи находимся. И вот Он пребывает одесну и Бога и дает нам возможность прийти к Богу и жить с Ним общей жизнью. Всего доброго!